вот теперь видно слава христу у нас все записывается выставляется в интернет вы не против я слушаю вас пожалуйста михаил говорите да я вижу пиноккио счет такое не знаю это сказка батюшка с одним издали эту книгу она в дореформенной орфографии дореформенная царская орфография я вижу это детская дореволюционная книга мы издали вот совсем недавно маленьким пирожом и именно в дореформенной орфографии через я через истеричные и революции было как вы к этому относитесь никак у меня библия творение святых отцов я никому не могу советовать читать сказки сказка то всегда ложь пушкин писал сказка ложь но в ней намек добрым голосом урок нет но это же сказка для детей и у нас мы не даем детям это сказки они должны знать христа истинного бога и поэтому у нас специально готовят выступление детей на рождество на пасху тоже сынки ставят но только свое езде все божественное проверенное ну дело в том что вот сказка пиноккио она как раз учит человека быть послушным отцу обществу чтобы приносить пользу обществу вот этот человек он конечно не православный был но он учился семинарии окончил семинарию свою духовную католическую вот карла колоди и написал эту книгу она была издана в 1905 году в россии имела огромный успех вот и когда я прочитал я был очень удивлен этой книгой но я хотел именно дореформенная здесь даже не столько книга сколько именно дореформенная орфография вообще знакомы через яд когда писали ну как же если когда у нас основные книги все дореволюционные я не только знаю перевозчик церковнославянского языка ну как бы мне хотелось бы чтобы эту книгу почитали нет не считать я не буду никому не посоветую вы поймите меня я христианин проповеды христа распятого воскрешу мне это только толкование 300 томов 300 томов только толкование библии а библия это 77 книг я одновременно вел занятия в пяти университетах я не буду сказки давать я увязываю все с жизнью только сейчас с одним разговаривали он такой непонятно какой я понял ну апостол павел сказал для всех был всем чтобы приобрести хотя бы некоторых да конечно если конечно говорить только христе через библию то конечно это неплохо но многие люди апостол опять таки говорит что пока были дети вкушали молочную пищу а потом уже пищу твердую и некоторые люди просто силу своего такого так сказать еще детского состояния духовного да они не могут эту твердую пищу вот христианство там православие библию вкусить но вот эта сказка она как раз вот именно объединяет тех людей которые еще как бы только-только на пути еще к доброму даже не только к христу к богу а просто к доброму состоянию души у нас написано в библии определенные есть люди которые занимаются этими сказками вымысль называются человеческими и философия мира сатана старается обольстить прямо определенно я говорю и когда павел говорит для всех всем это означает для иудеев был как иудей зная закон по их языку для которой христиане христиане но их материалами он не пользуется он только одни однажды сказал критяне лживые как поэт написал все для обречения хорошо но вы допускаете то что христос говорил притчами очень часто причем он говорил вот это и есть это тоже притч понимаете нам достаточно евангельских михаил вы время перевод миха это перевод знаете как михаил переводится на русский это перевод скажется вопрос а не имя ну хорошо вы михаил как ваше имя переводится на русский язык я еще раз говорю она переводится как вопрос не как утверждение кто есть бог а вопрос кто должен быть равен богу кроме самого бога это вопрос архангела дьяволу михаил архангел михаил это переводится определенно так из трех слов никто как бог то есть богу нет равных вот так поэтому вы никто как бог поэтому берите только божественная вам не советую распространять эту книгу почему а потому что что посеешь что и пожнешь дети не могут опираться на это им не надо это им нужен живой христос живое общение в этом страшном мире я начальник детского лагеря 48 лет уже в новом формате я детей знаю отлично я вел занятия пяти университетах я знаю этот работаю в тюрьме 18 лет 3700 человек знаю этих людей все слои населения мне известно я перед миллионной аудитории вы вы читаете там коран да вот в том числе изучаете да ну вот это очень похвально это я не нигде то я самостоятельно у меня нет образования у меня нет образования гуманитарного религиозного нет образования я самостоятельно все я не про это говорю я вы что вы читаете же вот такие книги да которые считаю чтобы с ними беседовать беседовать с ними да да мы знаем по апостольским правилам что их не пророк он не пророк да мы просто не будем это озвучивать чтобы никого не оскорблять лишний раз вот но почитать эту книгу вы так прямо на вот наш я говорю что допустим они говорят эту книгу я им показываю передо мной прошлом году прошло 2600 мусульман и ни один не считал книгу вот эту вот свою я ни один не считал ни один в башке одна дырка не ну все равно вы как бы как-то очень-то категорично вот к этой книге я не знаю почему так потому что это сказка сказка ложь и нам не надо я не могу потому что с детьми занимаюсь я преподаю им и учителя наши что вы очень напрасно так говорить нет нет я еще раз говорю у нас же библия переделаны доступным языком называется детская библия жития святых 1173 биографии зачем мы будем то что не существует несуществующая есть ложь мы не можем это не распространять не советовать я даже в дом не запущу такую книгу в эту книгу верующих нет молиться никто не будет а этому 1 миллиард 800 миллионов берет я с ними беседую у нас главы стихи а тут сура я ты я сразу называю сура я считаю что там написано он читает считать сута сура 5 68 аят говорятся христианах обо мне они не могут считать не секунду секунду вот вы сейчас оперируете кораном да вы его прочитали а вы вот эту книгу пинокки отрицаете вы даже страницу не прочитали я ответил почему потому что это люди верят которые с нами от которых может быть разное им нужно указать книга этой книги да уже 200 лет вот дело то что на памятнике пиноккио где родился карлок колодий там парк детский сейчас пиноккио со всего мира так приезжают люди там просто с детьми там походить то есть где родился для человек это гениальный человек он самом деле по столовой биографии вы не знаете насколько он был патриотом своей страны вот и вот этот плод его литературной деятельности да он в свое время перевел все французские немецкие так говорите я рядом сейчас свет добавлю говорите говорите вот он создал книги детские книги не не вот такого жанра а учебники для новой молодой республики итальянской в том числе как бы это был очень гениальный человек и вот эта книга она вроде бы детская но там действительно очень много с библией перекликается на самом-то деле очень много и вот эту деревну маленького человечка не было допустим мама да вот но был у него отец я спрошу михаил время не тратить подождите человек умирает скажите умирает человек ваша книга как ему поможет определиться где он будет в районе в аду скажите не ну здесь мы про это не говорим еще ничего значит и нету концовка что польза иисус говорит весь мир приобретешь а душе повредишь какой выкуп дашь за душу свою что вы говорите михаил но нельзя такой ветер в голове держать у меня студенты послушайте студенты пяти университетов я отвечаю на ко мне бумажки поступают я отвечаю по пяти параметрам выслушайте внимательно без этой книги первое что поэтому вопросу который подступил например какое участие приняли по этой россии в подготовке революции политический вопрос я отвечаю о библии в этом переплете 77 книг стоя на капитре я называю книгу глава и стих дальше что по этому вопросу пять параметров что говорят святые отцы как толкует эти стихи не как мне нравится это 300 томов фолиантов 300 томов я в голове должен держать стоя на капитре одновременно говорю какая выдержка 3 что говорит закон книга правил 719 параграфа по ней на иной бывает полстраницы больше это 719 четвертый параметр что говорят жития святых это 1136 биографии за 20 лет жития святых по димитру и пятый параметр что говорят 500 поэтов мира за 300 лет 20 тысяч павлов мои студенты самые умные я буду им какую-то ерунду давать написано говорить не прислоняйтесь к чужой блевотине мы все относим строго по сторонам лево-право по библии буду считать это было или не было по библии вы не ответите не нет при всем моем уважении к вашему труду к вашему образованию я все-таки как бы считаю бесполезным разговор если вы не читали эту книгу я я призываю ознакомиться с этой книгой вы же ознакомились с кораном с другими это тоже мировоззрение человека так скажите михаил уважаемый сколько библиотек в мире создали вы такие чтобы люди позавидовали тому человеку вот эта библиотека все вопросы ответов нету я создал им 13 библиотек мирового уровня мне помогли когда по америке ездил выступал я все истратил на других ни одного за себя не взял а вы знаете что вот это слово ветров было у солженицына когда его вербовали у меня солженицына не уважая ни архивиллакову хотя у меня и лагеря есть опыт да я сидел я знаю что такое сидеть и в камерах и на зоне я хорошо знаю это неинтересно но ко мне отношение другое было чем другим я не за веру сидел в них ветрах у меня просто произвольно от моей национальной фамилии вот ветер как бы меня понимаете вот меня завели в камеру на 25 шконок коек 75 человек я первый день только пришел только зашел в мир дома всему и уже к вечеру вся камера в моих руках на завтра почти вся тюрьма меня слушает с 8 до 10 каждый день я проповедую дверь открыта в хранике стоят двух этажей какая книга поможет то что бог со мной делает я вдруг буду сосуд свой заливать какую-то дребеденью зачем мне это нужно у меня книг прошло заметьте меня вызывает бывает мировая поэзия там мировая литература я книги делю на три части одна уничтожить другая классики оставить а третью можно безразлично сдать продать таких библиотек когда люди меня приглашали разобраться как специалиста я до утра там сижу там там расклады на три кучи каждую книгу я должен знать а это я пролистаю я уже знаю что что там есть ну что там есть ну пролистайте ну дорогой михаил я вам ответил я повторять не буду спорить тот кто ничего не знает а кто знает и тот возвещает истину я практик практик три радиопрограммы еженедельно вел одна онлайн тысячи вопросов и ни разу не было чтобы я был постромлен представьте дом ученых на все хорошо хорошо вы помните если вот такой начитанником помните однажды один человек пришел в город и видел две смерти две смерти хранили короче с ними к городу охране л Indian girl-a-om на дороге лок ParameterILLа давил человек и он этот человек видел мира и с мерой когда с ними кумир весь город платал от неđño5 вели большие свечи руссковые говорили более нами и о roller ними укурино потому что по молитвам этого человека дождь не сходил там поля плодоносили и т.д. и т.п. вот а этот человек умер у дороги его ногой так в канаву так чтобы он не мешал процессе вот этого пока не следва старца короче до которого весь народ почитал вот они несли его а человек был в шоке который видел потому что вы бы что и дадят демоны и когда человек этого с химника положили в могилу демоны пошли к могиле и голос неба сказал как он не давал не упокоиться своей в своей душе так и вы мне давайте покоя они взяли вот резубцем душу вытащили из тела вытащили в ад он был в ужасе как бы человеку который был у дороги умирал и видел что к нему пришли архангел гавриил и михаил и говорят душе выходи она бит я боюсь выходить а этот михаил я чувствую достану так гавриил ведь нет господь сказал чтобы она сама вышла чтобы на руки к нам сам лично вышла ну как шо делать когда я позовем давида сама перца вот давид пришел начал петь псалмы и душа возрадовалась и вышла из тела и было принято на руки архангела и носила в рай вот вам две смерти до простого какого-то там не знаю нищего да и такого великого старца выпустишь оппозиционирует себя будто в этом светоч какой-то там да конечно делать это хорошее дело но так себя пиарить тоже это где-то смирение это какое-то христианское должно быть так вы где-то такое набрались на волонском монастыре зла там все это за того с называет одним предложением бреди пьяных старух бреди пьяных старух помните собачье сердце зина в печку ничего этого нет повторяю жития святых 12 томов дмитрия ростовского и такого нигде нету это бредни этого никогда не было и нету это выдумка от сатаны да да сто процентная я вам со сто процентной точности говорю нет этого у меня симфонию составил на жития святых никакой осипов никакой профессор не знать я в оконем городке в доме ученых выступал одни профессора сидят я ответил мнением ваше мнение меня не трогает я встретил вы даже принять это не не блуждать где-то не нужно выброси в печь книжку потому что вы другими занимаетесь вы не проповедник вы понимаете самое маленькое что-то опущенное портит мироварную мазь мухи мертвые портят ее а это дохлые мухи этого не было он сидел выдумал вот узнать вы знаете одна недавно писательница стала миллионером из-за книг кто такая гарри поттера кто написал женщина конечно я вам говорю со стопроцентной уверенностью потому что мне нельзя по-другому передо мной сидят люди завтра по эфиру так подождите просветитель я не знаю это новое название какое кто автор подожди иосиф кто волоцкий это церковный сталин убийца он все время князю надоедал этих стригольников казнить надо жидовщих казнить надо он весь в крови мы молимся святым иосиф волоцкий сейчас говорю иосиф волоцкий больше такого не было сталин церковный он репрессии устраивал на каждом шагу князю все сидел гундел казнить казнить и наконец забили стали казнить а